Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Президент Казахстана принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. На встречу обсудили актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета. Тигран Саркисян выразил Касамжумарту Тукаеву благодарность за радушный прием. Глава государства, в свою очередь, акцентировал внимание на необходимости углублять многоплановое взаимодействие стран-участниц союза. В среду 29 мая в столице под председательством главы государства Касамжумарта Тукаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Встреча приурочена к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Планируется, что участие в мероприятии примут первый президент Казахстана Ельбасы Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси, Кыргызстана, России и премьер-министр Армении. В качестве главы государства наблюдателя при ЕАЭС ожидается участие молдавского лидера Игоря Дадона. Почетным гостем приглашен Эммамали Рахмон. На саммите рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития союза, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности. Обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС до 2020 года. По итогам съезда планируется принятие совместного заявления глав государств членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия договора о Союзе, а также подписания международных документов. Нурсултан Назарбаев построил сильное и независимое государство. Сегодня достоянием страны Великой Степи являются мир и согласие. Ассамблея народа Казахстана стала уникальным институтом, не имеющим аналогов в мировой практике. Так считает политолог из Узбекистана Шерзо Зиёев. Комментируя решение о присвоении Нурсултану Назарбаеву пожизненного статуса почетного председателя Тюркского совета, Зиёев отмечает, что работа Ельбасы по объединению тюркских народов привела к началу новой эры. Присвоение Нурсултану Назарбаеву пожизненного статуса почетного председателя Тюркского совета стало очень важным событием. Это дань уважения и почета. Назарбаев указал на важность духовного возрождения тюркских народов и неустанно работает во имя консолидации тюркского мира. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для соседних стран, в частности Узбекистана и Кыргызстана. В Литве завершился второй тур выборов президента. По итогам обработки большинства голосов победителем стал независимый кандидат-экономист Гитанос Науседа. Он заручился поддержкой почти 69% электората. Его соперница, бывшая министр финансов страны Ингрида Шимонита, набрала чуть более 30% голосов. К слову, в первом туре, который прошел 12 мая, за пост президента боролись 9 человек. Науседа тогда набрал треть голосов. Шимонита отставала от него менее чем на процент. Для победы же в первом туре кандидату нужно было заручиться поддержкой не менее 51% электората. Я отмечу, президент Литвы избирается сроком на 5 лет и не более чем на 2 срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте. 41 партия участвовала в выборах в Европарламент от Германии, но фаворитами вновь стали консерваторы. Партия Ангела Меркель побеждает на выборах в главный законодательный орган Европы. По предварительным данным, блоки ХДС, ХССС набрали 28,4% голосов. А на втором месте партия зеленых, которая продемонстрировала свой лучший результат, набрав более 20%, в тройку лидеров вошла социал-демократическая партия Германии с результатом 15,5%. Я отмечу, в Германии право голоса имеют 64 миллиона человек, а явка превысила 60%. Я думаю, Европа очень важна для нас, ведь благодаря ей мы наслаждаемся свободой. В будущем мы должны двигаться тем же курсом. Что касается вопросов, которыми должен заниматься Европейский парламент, я считаю, что в первую очередь это защита климата и борьба со стремительным подорожанием жилья во многих городах ЕС. Эти вопросы необходимо решать вместе. Европа – это большой и важный проект для нас. Это союз, в котором представители всех национальностей живут в мире и согласии, и где права человека на первом месте. Поэтому мы с удовольствием пришли проголосовать. Что касается изменений, мы хотим налоговой реформы в Европе, чтобы большие концерны не прятались в странах с минимальными налогами, а работали честно. Продолжаем выпуск. Самой посещаемой страной мира в очередной раз признали Францию. За год здесь приняли 90 миллионов иностранных туристов. Среди них тысячи казахстанцев. Увидеть Париж и уехать без приключений, к сожалению, удается не каждому. Главной бедой для туристов во Франции являются карманники. Только в прошлом году за помощью в консульство обратился 61 казахстанец, оставшийся без документов. С начала 2019-го зафиксировано 14 случаев. Наши дипломаты настоятельно рекомендуют быть внимательнее в местах скопления людей и на время поездки хранить на электронной почте или в облачных сервисах копии удостоверения личности, паспорта и визы. А в случае утери это значительно ускорит и упростит процесс выдачи временного документа. Основная проблема туристов из Казахстана связана с утерей либо кражей паспорта здесь. В данном случае я рекомендую, во-первых, это не паниковать. В наиболее кратчайшие сроки следует обратиться в полицейский участок для составления и получения протокола, который подтверждает факт утери либо кражи. После этого необходимо явиться в консульский отдел, подать соответствующие документы, чтобы получить свидетельство на возвращение. В Армении в этом году выпускники 9 класса впервые будут централизованно сдавать экзамен по предмету армянский язык и литература. Кроме того, 32 тысячи выпускников неполной средней школы для получения аттестата и перехода в колледж должны будут подтвердить свои знания по математике, истории страны, иностранному языку и одному из предметов естественных наук. Проверочные работы продлятся до конца июня. Выпускников 12 классов, их 22 тысячи человек, для получения аттестата зрелости и поступления в ВУЗ ждут три экзамена по математике, истории Армении и государственному языку. Они пройдут в форме тестирования и каждый предмет будет оцениваться по 20-ти бальной шкале. Кстати, наивысшая школьная оценка – это десятка. По данным Министерства образования Армении, достижения сегодняшних выпускников 11 медалей, 6 серебряных и 5 бронзовых, завоеванные на различных международных олимпиадах, многие школьники планируют поступать в ведущие мировые вузы. В этом году впервые экзамен по армянскому языку для 9-х классов проведем централизованно. Ученики 12-х классов могли сдать экзамен еще в декабре и вторая возможность – в июне. Кроме того, так как сейчас у нас время реформ, меняем стандарты образования. Образовательные программы планируем также обновить учебную литературу по всем предметам. Вместо пышных торжеств и застолий – жилье для многодетных семей. В священный месяц Рамазан в Шардаринском районе Туркестанской области выпускники разных лет отметили юбилей со дня окончания школы. На одной из церемоний вручения ключей от квартиры в Шардаре побывал мой коллега Алибек Шайбуленов. Байшуленов. Мать шестерых детей жительница Шардары Эльмира Жанберова до сих пор не верит своему счастью. Ранее многодетная семья скиталась по съемным квартирам в Алматы. А после смерти мужа Эльмира с детьми на протяжении нескольких лет снимала жилье в Шардаре. Поэтому щедрый дар выпускников школы-лицея она считает невероятным сюрпризом. Я даже не ожидала, что выпускники подарят мне квартиру. Вчера пришли, стали просить документы мои и детей. Когда оформляли жилье у нотариуса, у меня чуть сердце не остановилось. Я бесконечно им благодарна. Благому делу от чистого сердца в месяц Рамазан рады и сами выпускники школы-лицея Шардара. Пустые траты на роскошные наряды и банкеты никогда не сравнятся со страданием к ближнему, говорят они. Наша цель – поддержать многодетных матерей. Их в нашем районе очень много. Спасибо учителям нашей школы, которые поддержали инициативу. Благотворительные дела продолжатся. Я уверен, что нас поддержит не только молодежь района и области, но и всего Казахстана. В действительности на призыв молодежи отозвались выпускники школы-ряда аулов Шардаринского района. Сегодня на последний звонок в районе бывшие выпускники школы аульного округа Тур-Избекова подарили однокомнатную квартиру матери тройняшек. А в селе Кос-Сиид молодежь построила просторный дом для своей одноклассницы матери девятерых детей. В Шардаринском районе проживает свыше 6000 многодетных семей. И, как отметили специалисты, их поддержке уделяется повышенное внимание. Алибек Большуленов, Нурмахан Мусатов и Нурмахан Бекмуратов. Туркестанская область. Хабар, 24. 4 миллиарда долларов превысил внешнеторговый оборот Актюбинской области по итогам прошлого года. Из них свыше миллиарда приходится на торговлю с предпринимателями соседней России. В настоящее время в регионе действует свыше 700 иностранных компаний, каждая вторая с участием российского капитала. Сейчас укрепляется приграничное сотрудничество с Оренбургской областью. Расширить границы экспортного потенциала производители двух стран смогут во время второй торгово-промышленной ярмарки, сделанной в Казахстане в рамках международного форума Оренбуржье-Сердце Евразии. Ярмарка пройдет в октябре. По итогам 2018 года у нас порядка полутора миллиардов долларов сложилась цифра экспорта. На экспорт идут руды металлические, руды хромовые, концентрат хромовый идет. Мы импортируем, в свою очередь, оттуда некоторые продукты питания, лес, стройматериал. Актюбинская область в рамках работы с Оренбургской областью активно усиливает связи и культурные, и социально-экономические связи. Автоматизация производства – необходимые условия для развития конкурентоспособности. В районе Алтай, на востоке Казахстана, представители малого и среднего бизнеса переоснащают свои предприятия. В этом им помогают также льготные кредиты от государства. И как результат – увеличение объема выпуска продукции и расширение ассортимента. Подробности у Анельи Сенбердиной. Цех по выпуску полуфабрикатов в городе Алтай – один из самых современных в области. Пельмени, манты, вареники. Здесь выпускают 78 видов продукции. Все процессы автоматизированы, рассказывает предприниматель Владимир Дмитриев. Это возможность снизить себестоимость продукции. Техника, закупленная три года назад, уже давно себя оправдала. В планах обновить оборудование. Сейчас мы хотим усовершенствовать этот автомат, приобрести дополнительные опции, такие как барабаны для другой формы. То есть, чтобы на этом автомате можно было делать еще и вареники. Поможет в этом льготный кредит, делится бизнесмен. При поддержке государства модернизация происходит быстрее, а скорость здесь имеет значение. Ольга Печеневская 8 лет стоит за автоматом фасовки продукции. Шутит, уже сама трудится, как робот. Ну, уже за столько лет, конечно, привычка так быстро работать. И если заявки хорошие, то надо запасовать, отправить машины, чтобы продукция убегала на прилавки нашего города. И не только. Хорошо работаем, хорошо зарабатываем. Полуфабрикаты отсюда расходятся по всей области. Чтобы держать марку, за качеством следят строго. Поэтому каждую партию тестируют и сами первыми пробуют на вкус. 26 номинований пельменей. Мы производим манта, 4 вида манта. Хинкали, есть ручная лепка, чебуреки, тефтели, фрикадельки. И у нас свой кластер. Как бы мы боремся за качество. У нас очень качественная продукция. Мясо свое у нас. Всего на предприятии трудится больше 20 человек. Представители малого и среднего бизнеса, главные работодатели в регионе, отмечают и специалисты. Свыше 10 тысяч человек работают сегодня на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ежегодно количество субъектов малого бизнеса увеличивается. Соответственно, увеличивается и создаются новые рабочие места. Соответственно, увеличивается объем производимой промышленной продукции в обрабатывающей отрасли. Растут и объемы налоговых отчислений. Сумма за прошлый год, к примеру, составила больше 1 миллиарда 300 миллионов тенге. Так, малый и средний бизнес обеспечивает району 45% поступлений в бюджет. Анна Левсенбердина, Руслан Мухаммедзяров, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. К 2050 году почти половина казахстанского населения сможет столкнуться с нехваткой питьевой воды. Связано это с нерешенными проблемами Аральского моря, высыханием Балхаша, а также водного потока трансграничных рек. Объемы воды, поступающие к нам из соседних государств, будут уменьшаться по ряду объективных причин. К примеру, Кыргызстан и Таджикистан намерены увеличить объемы потребления. А решить эту проблему поможет дипломатический диалог. Об этом и не только сегодня говорили участники Третьего международного экологического конгресса. Главный стратегический запас нашей страны – подземные воды. На территории республики выявлено свыше 70 артезианских бассейнов, равных 70 озерам. Использование этих ресурсов возможно, но только с помощью современных технологий, которые необходимо внедрять. Для того, чтобы использовать, необходимо инновационные технологические решения. Для этого мы сегодня в конгресс пригласили из Америки специалистов, профессионалов в этом направлении. Из Германии будет. И все это мы будем сегодня обсуждать. И, я думаю, мы к какому-то решению придем. Воздух, вода и земля. Вот загрязнение вот этих трех сред, оно и вызывает наше волнение бесконечное. Уже на протяжении десятилетий. И эти проблемы, они объединяют нас со всем человечеством. Наша цель – объединить усилия правительства и общественных организаций. Вот тогда будет толк. Рождаемость в казахстанской столице может снизиться вдвое. Об этом сегодня заявили на презентации исследования демографических трендов столицы до 50-го года. Документ был разработан в первую очередь для Акимата, города, чтобы в будущем правильно распланировать инфраструктуру Нур-Султана. Например, демографический спад говорит о том, что нагрузка на перинатальные центры в ближайшие годы расти не будет, а вследствие старения населения придется постоянно наращивать мощности больниц и поликлиник. Этот прогноз был основан на динамике всех стран мира, которые переходят от состояния развивающихся к развитым. Абсолютно все страны переживали падение рождаемости. Скорее всего, это неизбежно, и это абсолютно естественный процесс, который вызван тем, что с ростом доходов населения женщины начинают больше обращать внимание на карьерные возможности, меньше обращать внимание на возможности по рождению детей. Межрегиональная ярмарка вакансий прошла в городе Жит-Эсай Туркестанской области. Безработным предложили 4000 свободных вакансий в северных регионах Казахстана. От работодателей поступали предложения из разных различных самых сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства и строительства. Подробности у Рауля Габитова. Дана Кадербек – преподаватель химии. Девушка всегда хотела жить и работать в северном Казахстане. Теперь такая возможность выпала. Я подумаю, куда мне стоит поехать. Там мне обещают хорошую зарплату и помочь с жильем. Поэтому я готова к переезду. Безработным Юга предложили рассмотреть 4000 свободных мест в Костанайской, Павлодарской, Североказахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Работодатели обещают не только помочь с трудоустройством, но и обеспечить жильем. Например, в Североказахстанской области для переселенцев планируют построить больше 600 домов. Переселяющиеся граждане есть возможность, предоставляются земельные участки. Дети, переселяющиеся граждане, обеспечиваются местами в школах, в детских садах. Ну вот, первое, конечно, в первую очередь, это трудоустройство. С 2016 года в нашу область переселилось именно с Южно-Казахстанской, Туркестанской области, 402 семьи. В Туркестанской области наблюдается избыток трудовых ресурсов. В то время как в северных регионах рабочих кадров не хватает. Поэтому ярмарка вакансий – хорошая возможность для местных жителей найти работу по своей специальности, говорят организаторы. К слову, за последние три года в северные и восточные регионы страны переехали 880 южно-казахстанских семей. Все они обеспечены жильем и работой. В Актау стартовал очередной этап Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации ралли Казахстан 2019. Впервые за историю этой гонки участвует женский экипаж. Пилот Мария Апарина и штурман Людмила Питенко рассчитывают на яркие эмоции от прохождения Дюны и Солончаков, а также хороший результат. Тягаться им придется с такими корифеями ралли-рейдов, как Наср Алятея и Владимир Васильев. В гонке участвуют 28 экипажей из 17 стран. Среди них Казахстан, Россия, Бельгия, Катар, Бразилия, Франция. Общая протяженность трассы со стартом и финишем в Актау составит более 2500 километров. Интересно, что казахстанский этап является самым протяженным во всем мировом первенстве текущего года. Лучших гонщиков мира ждут 9 дней, 6 дней соревнований по живописнейшим и сложным маршрутам Мангистау. Всем понятно, что автоспорт, он в первую очередь мужской вид спорта, он технически сложен, но мы как бы стараемся не подвести и показываем своим примером, что если есть большое желание и хочется чего-то добиться, то этого можно добиться, независимо от того, женщина ты или мужчина. Очень жду красивых трасс. Очень многие рассказывали, что очень красоты у вас тут замечательные. И надеюсь, что будет время, хоть краем глаза, проносясь между каких-то там деревьев, гор и дюн, все-таки полюбоваться и запомнить это. И на этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин